здравствуйте дорогие друзья наши зрители сегодня мы продолжаем свои новогодние путешествия последний день уходящего 2000 23 года это вот кстати у греков ягодка они кушают и я попробую еще на вкус собирали сейчас ребята это ягода как рябина на вкус не знаю мне не понравилось итак сегодня 31 число мы приехали в парк татой на гору парни то 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 известен тем что здесь находится усыпальница греческих королей монархов а гора парни то известно тем что на ее вершине находится казино но мы в казино играть не приехали мы приехали чтобы на одной достопримечательности так сказать за чекиниться и сейчас мы идем туда здесь на входе нас такая композиция встречает интересную можно сувенирно сфотографироваться с оленем которую вчера мы видали предыдущей серии смотрите варечка будешь тоже с оленем фотографируется казино нам показывают что сегодня разыгрывается volkswagen the cross jackpot это такой вагончик фуникулера канатной дороге сейчас расскажу вам что к чему пойдемте казино кто не был с нами добрую сегодня пожалована но такой вход парадных казино и вот теперь я вам расскажу зачем там этот вагончик стоял давайте занимаемся местах как раз наш прям будет целиком подняться в это казино можно только на вот такой вот вагоне тачки двери закрываются занимаем места поудобнее одни вагончики уезжают другие приезжают все абсолютно бесплатно видимо так греки хотят заманить в казино видимо так греки хотят заманить в казино все что-то дергается дрыгается острые ощущения вот эти вот машинки там работают все крутится ну и вот теперь двери закрываются а люди приходят сначала просто думают билеты надо не билет а вот двери закрываются еще он как стартанет короче но ты будет ну и что ты мне перекрыла обзор в прошлый раз мы ехали было много народу а сейчас мы вообще весь вагончик вот там эти вагончики едут класс вообще тишина такая мы вот на этих проводах странные афины можно посмотреть вот эту вот станция с которыми новогодние наши афины прошу прощения если качество изображения не актив просто окна почему-то мутные то ли мы дышали нет они с той стороны грязные море видно впервые видно но действительно красота под нами не под нами вообще вокруг нас этот лес и мы забираемся на группа арнита а он теперь перевесил я сюда села он перевесил в ту сторону девчонки мои балдеют под намет такой зеленый лес ну на самом деле высота не очень большая потому что троса идут вдоль склона потому что вы поднимаемся естественно надо зафоткаться не класс они суши наташа они в тот раз колокольчики не приклеивали то вот сейчас тут приклеена вся эта атрибутика новогодняя на видно как в афинах люди топят печки дровами он дым поднимается то тут то там где это один мужик сидит за нами тоже уже следую вагончик и ощущение конечно приятные полет а тишина таких моторов нет все теми моторами которые внизу вверху там управляются крутится но все лишь для для того чтобы людей заманить в это казино это мы проехали столб такой поддерживающий кстати столбов вообще немного вот этот первый был второй был на пути которого поддерживает эти троса но и трос такие толстые сантиметров пять-шесть толщиной точно это хорошо поднимаемся на высоту километр но мы были на высоте метров четыреста наверное сейчас окажемся на километре то есть вот эти вот столбы поэтому получается мы то вот где-то высота может метров 15 закладывает муж резко вверх не знаю вроде бы нет не знаю хватает не хватает нет нет хи 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 Видишь, он остался чуть-чуть. А мне не страшнее будет. Ну да, у них так поинтересней обзор открывается. А мы, наверное, Наташа сейчас приехали, опять еще рано. Да, Грек спит еще, и поэтому у нас появилась такая возможность в огонь чисто наш. Ну да, мы с тобой ехали полночной ароматом. А вы с чуваком реально приступник какой-то был. Мы почти забрались, уже домики маленькие там внизу все такие стали. Афины прям целиком видны, море видно. Ой, там флаг, там флаг. Класс. Резко-резко пошло вверх. Как на лифте. Страшнее, вот эти штуки. Какие? Вот эти вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот смотрите. А где-то там внизу наш дом. Где-то там внизу голубы едут. Смотри, дерево свалилось. Какой сестрек. Париж над Афинами. Считай, как Париж над Афинами. Не Париж город, а Париж птица. Париж. Пари-ш. Что дело ехать? Да, что дело ехать? Глагол. А не имя, собственно. Класс. А интересно, в казино круглосуточное строит, что ли, работает? Ну, там же даже отель есть. Может, и круглосуточное. греки как вот дети они любят верить в чудеса и вот они в это казино мотаются да если даже они ходили как все что-то смотрим и как на машине здесь долго ехать и поднялись уже почти прилетели приплыли вот все мы паркуемся всего-то заняло 9 9 минут и сейчас он опять медленно так двери откроются можно выходить острое ощущение выключаем начинаем приятно сейчас двери откроются дверь есть только заклинит вот нашего гонетка на обратную дорогу поехал класс попробовать нужно вот мы сейчас идем уже теперь по самому казино тут у них этот холл представлен так здорово то что от истории строительства виды какие точки греции видно с этой горы нам в казино слава богу не надо мы в чудеса как греки не верим мы идем по своим делам вот это вот греческое лухари вот ресторан называется тысяча пятьдесят пять это потому что мы находимся на высоте тысяча пятьдесят пять метров как на нашей башни останки седьмое небо здесь вот тысяча пятьдесят пять ну или десять пятьдесят пять вот кому как мы с мамой картины такие да нам такие надо повесить картины еще не понимаешь пока растягивая свои но а и и и Теперь приближаемся к выходу национальный парк, тут такая лестница замысловатая, интересная. И пройдя все вот это казино, мы с вами выходим в национальный парк. Конечно, сюда еще ведет автомобильная дорога, но это не так интересно, как та дорога, которой прошли с вами мы. Актуристов сюда возят, какие-то звезды приехали на Хаммере, разукрашенном как попугай. Вот эти блатные номера, все дела, цвета, музыка внутри. Ну ладно, эти типки нам не сильно интересны. Шансон какой-то там сидят, свой греческий слушают, не понимая этих клоунов. Перед нами Атика. Вот, собственно, то, зачем мы сюда сегодня лезли. Приглашаем вас к нам в клуб попить чайку с нами, когда Афина у вас перед ногами. Весь мир у наших ног, да? Да. Мы на километре, облака примерно на нашем уровне. Примерно на нашем уровне. Такое голое место, потому что здесь километр много чего-то растет. Казино, вот приезжают эти вагончики. Сейчас увидим как раз. Мы тоже так приехали. Где на этого гонеточка, почему его не видно? Одна выехала. Вон она мелкая такая, оп, пошла, постоянно ходит. И мы, Афины, у наших ног. Наталья, я дарю тебе этот город. Видно плохо, правда. Видно плохо, говорю. Все в дымке. Ну, давайте пить чай. Я сам. Ох, чай. На вершине горы. Из термоса. А? Класс. То, что надо. У него даже запах свой особенный. Да? Из термоса, да. Да, он варит и варит. У меня самая большая кровь. Да? Да. С печенками. Да. Ну, давайте за уходящий год. Был он тяжелее, чем тот. Другой вкус, да? Угу. На горе, пойди попить чайку. Ага. Сладкой? Сладкой. Приходится камеру опускать вниз, и при этом облака еще ниже. Блин, классно. Вообще такое ощущение. Облака, вот смотрите, они на моем уровне. Мы на уровне облаков. Мы на уровне облаков. А тут шумно. Я говорю, не попадешь туда, минуя казино. Это один километр. Ну что, пойдем? Я поняла, это чтоб запах уветрился. Кто от страха набздюхает? Остановите аттракционку. Все, едем делать. Обратно, я там забыл кое-чего. Мы ехали, получается, 10 минут. В общем, будете у нас на Колыме, обязательно зайдите в такую контору, которая называется Бред Фэктори. Самая большая зачетная находится в Холаргос. Работает даже на Пасху, даже в новогоднюю ночь. Бред Фэктори, хлебная фабрика. Название полностью повторяет смысл и содержание. Куча всевозможных полуфабрикатов, готовых сразу к употреблению замороженных. Все вкусно, все пробовали. Рекомендовано. Мы зашли сюда за одной очень важной вещью. Когда мы только приехали в Грецию, у нас через два месяца наступал Новый Год. А здесь на Новый Год принято кушать специальный пирог. Мы его тогда называли Хрония Пала. Да греки друг другу на праздник желают Хрония Пала. Долгие полные годы. Видите сколько здесь сейчас народу? Это все пришли за этим пирогом. Который называется Василопита. Василопита это пирог Деда Мороза. Потому что Дед Мороз по-гречески это Айио Василис. Святой Василий. И вот народ покупает вот эти Василопиты. Внутрь обязательно прячется монетка. Ну и соответственно кто монетку найдет, тому весь год будет везти. Кто у нас найдет монетку в этом году, Варь? Я тут и Дед. Ну понятно. В общем мы пришли за Василопитой. Сейчас будем покупать. Они у них в общем-то обычные торты. В общем-то ничего такого тут нету. Бисквитики очень вкусные. Но это символ Нового года. Который обязателен к приобретению. Если вы его не скушали в новогоднюю ночь, значит Новый год вы и не встретили. Ну что ж, сегодняшнюю серию мы на этом заканчиваем. Мы вот выбрали такой пирожок. Пойдем очередь на кассе отстаивать. Всем пока. Спасибо, что посмотрели эту серию. Встретимся в новых сериях. Здесь появилась пирожка. Спасибо. Великую часть. Валяном и ванную. Мы черепочки. Валяном и в Казах. Валяном и в Голы. Валяном и в Голы. Валяном и в Голы. Субтитры сделал DimaTorzok